Какую тематику выбрать при ограниченном бюджете? Сначала по мелким группам, каналам, сайтам размещать ссылки на видео и количеством, например, получается 10 ссылок или сразу идти крупным ресурсом, тогда получается, например, одна ссылка. Есть стратегия маленьких шагов, то есть самый лучший план, это тот план, который вы разработали, утвердили и вы поняли, как он работает в начале и в конце. Вы изначально рисуете точку А, потом рисуете точку Б и потом рисуете план, как к нему от точки А к точке Б дойти. У вас будут различные точки там Б1, Б12, Б16, Б16, да? Но есть такое понятие, как рекламный бюджет, есть такое понятие, как бюджетное развитие, и вы должны его планировать, потому что без планирования ничего не будет. Важен результат. Например, давайте я вам скажу интересный пример. Вы размещаете свою ссылку на ваш канал, где есть миллион подписчиков. К вам переходит десять тысяч человек по вашей ссылке. Второе, и эта ссылка стоит пять тысяч рублей, то есть там миллион, перешло десять тысяч, да? У вас получается пять тысяч рублей, то есть вы в принципе получаете пятьдесят копеек за переход. Второй вариант. Вы приходите на канал, где тысяча подписчиков и получаете всего сто переходов. И эта история стоит десять тысяч. Вы скажете, ну конечно же первый вариант лучше, потому что во втором варианте у нас получается там чуть ли не по сто рублей, а там какие-то копейки. А что если я вам скажу, что по итогу, при первом варианте из той тысячи там переходов, что к вам пришло, осталось только два подписчика. А при втором варианте из той сотни, что пришла, осталось девяносто девять подписчиков. Понимаете? Когда вы не знаете аудиторию и что получается в результате, можно гадать. Но лучше всего стратегия маленьких шагов. То ваш канал, чем больше на него ссылается других каналов, тем больше на него ссылается других сайтов, групп в социальных сетях, там везде-везде, тем лучше он для поиска. Потому что вы должны понимать, чем больше на вас ссылаются и чем меньше ссылаетесь вы, тем вы авторитетней. Субтитры сделал DimaTorzok